Таможенный союз В этом сюжете мы коснемся изменений ситуации на рынке автомобилей. Недавно с трибуны парламента руководитель фракции «Бирбол» Алтенбек Сулайманов обвинил правительство Сариева в некомпетентности. При Темире Сариеве было принято это решение. Он либо не знал о последствиях, либо сознательно это сделал. Это называется предательством. Если он не знал, то он не должен был занимать эту должность. Какой ущерб нанесен? Да, это ущерб. Людям вред, бюджету вред. Надо расследовать это. Счетная палата, финполиция, генеральная прокуратура. Проведите расследование. Почему, несмотря на четырехлетний льготный период, мы понесли такой ущерб? Вот вам ущерб, вот вам коррупция. Отвечая на обвинения депутата, Темир Сариев заявил, что на тот момент у правительства Кыргызстана было два варианта действий. Первый – четырехлетний льготный период без свободного обращения машин. И второй – вступление без льготного периода, с высокими таможенными ставками, но со свободной продажей машин в Евразийском Союзе. И все-таки с большим трудом мы сумели доказать, во-первых, чтобы нам дали пятилетний срок льготного периода, и во-вторых, чтобы все машины, которые у нас были, они были в свободном обращении, то есть они свободно могли бы выезжать и продаваться на рынке России и Казахстана. Последствия вступления в таможенный союз хорошо известны тем, кто профессионально занимается ввозом и продажей автомашин. Вот на ваш взгляд, за четыре года снизился ассортимент продаваемых авто или нет? Да, снизился. Ну, как ввоз закрыли с четырнадцатого года, конечно, у нас остатки машин, которые хорошие остались, ну, их как-то покупают. А, ну, снизился ассортимент, то, что ввоза нет правого руля. Это с Японии машина? Да, это с Японии машина. Левый руль тоже, ну, как бы, пошлины подорожали, что-то привезти тоже, наверное, тяжело. Да, после четырнадцатого года ввели пошлины повышенные, конечно, машин завоз стал меньше, повлияло на это дело. Вот. И продажи, как бы, уменьшились тоже на рынке у нас, потому что меньше стало машин. Это естественно. Официальные данные таможенной службы только подтверждают мнение людей. Цифры на самом деле ошеломляющие. В 2013 году количество ввезенных машин составляло девяносто одну с половиной тысячу, в 2014 почти сто семь тысяч единиц. А в 2015 году, после введения новой таможенной ставки, объем сократился в 46 раз, до 2828 машин. В последующие 16 и 17 годы показатели упали до рекордных 69 единиц, что в полторы тысячи раз ниже объемов 2014 года. Это напрямую отразилось на поступлениях в бюджет. Если за 2013-2014 годы поступления от единой ставки таможенных пошлей составили в сумме 9 миллиардов 596 миллионов сомов, то за три года существования в Таможенном Союзе сумма поступлений составила всего 407 миллионов 122 тысячи сомов, что в 20 раз меньше предыдущих показателей. Так чем же руководствовалось правительство, принимая такое решение? Мы должны смотреть Евразийский экономический союз намного шире. Там четыре свободы. Это свобода движения товаров, свобода движения услуг, свобода движения капитала и самое главное – это свободное движение человеческих ресурсов. И мы добились этого. Поэтому там не только четыре свободы, там же еще и вопросы безопасности есть. Вот наша внешняя граница теперь является границей Евразийского экономического союза. Другая точка зрения на действия правительства у президента компании «Кыргыз Концепт» Эмилио Миталиева. Люди, у которых тогда было право на принятие решений, они были очень торопливы и, в общем-то, не проявили даже видимости защиты национальных интересов в ходе дебатов, споров, отстаивания, как это делали белорусы, как это делали казахи. Наши были очень-очень слишком быстро одобряются и всегда готовы. Но не только бюджет страны понес существенные потери. Эти изменения напрямую ударили по судьбам людей. Поднятие цен на растаможку в 2014 году как повлияло на рынок? Тяжело нам стало. В то время мы продавали спринтеры и грузовые фуры. Стоимость была где-то 8600 долларов. И цена их резко увеличилась до 16 тысяч. Произошел резкий спад. Тяжело нам было. У многих были кредиты. Многие перешли на другой бизнес, софта, продаж. Автомобильным бизнесом перестали заниматься многие. Но сейчас данный момент чуть-чуть оживляется, но такого спроса, как раньше, нет. Одним из главных мотивов повышения тарифов на возимые автомашины была забота об экологии. Мы должны придерживаться того, чтобы мы могли бы завозить более свежие, новые машины, которые будут и экономичные, и экологичные. И вот в 2015 году при вхождении в Российский экономический союз мы как раз этим и руководствовались. Однако расчеты правительства не оправдались. Количество завозимых в Кыргызстан новых автомашин не увеличилось. Новые машины мы не в состоянии покупать. В основном машины 2012 года. Новые машины не продаете? Нет, не продаем. Не хватает денег. Семерки, вот эти старые, ВАЗовские, авто, Лада. Никто не завозит. Все хотят ездить на иномарках. И поэтому с России все привозят барахло. Так можно сказать. А новые машины, они в России дорогие. Скажем, Нива стоит там, новая, в 2018 год, около 10 тысяч долларов. А здесь лучше иномарку взять, чем эту Ниву взять. По данным Экотехинспекции, около 70% загрязнения воздуха в столице происходит от автомобильного транспорта. Что губительно сказывается на здоровье людей. В 2017 году превышение за зимний сезон по твердым частицам было в 2-5 раз. У нас тогда было только 3 датчика. На сегодняшний момент у нас уже 9 датчиков по городу. Они фиксируют загрязнения, среднесуточных показателей даже в 6-8 раз у нас было. Поэтому мы называем эту ситуацию не иначе, как критической, в которой нужно принимать абсолютно другие меры. А был ли другой вариант у нашего правительства? Согласно пункту 26 договора с ЕС, Кыргызстан с момента своего вступления в Союз и до 1 января 2020 года мог вообще не повышать таможенные пошлины на возимые автомобили. И тогда, возможно, удалось бы избежать огромных бюджетных потерь. А тысячи людей смогли бы сохранить свои рабочие места. Это как во времена Легачева в конце 80-х годов была объявлена деалкоголизация и попросили вырубать виноградники. Так вот, больше всех, быстрее всех на корню виноградники вырубала Киргизская СССР. И в данном случае примерно такой же эффект, такой же рефлекс сработал. Некоторые политические деятели рады были услужить, выслужиться и были очень-очень торопливы для обретения каких-то погонов, регалий. Мне кажется, это феномен маринетичного правительства. В этом году, 10 июля, правительство вернуло таможенные пошлины на уровень 2014 года. И на текущий момент бюджет уже получил 220 миллионов сумок.